Дню замечательных людей сегодня посвящен нашей эфиры. Мы предлагаем вам звонить и рассказывать, есть ли среди вашего окружения замечательные люди. Как в моем сейчас. Да, я даже уверен, что есть. Я не против. Все, я не могу работать. Ну, пока вы думаете, мы решили показать вам еще одного замечательного человека, который пришел к нам в студию, ведь с наступлением зимы красок в жизни становится все меньше и меньше. Но есть замечательные люди. И чтобы не впасть в депрессию, давайте создадим уют дома. Вот, например, можно украшать квартиру цветами. Ну, лучше в этом деле прислушаться к советам профессионалов. Их нам даст директор салона комплексного озеленения Флора Европы Анастасия Спиридонова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Анастасия, расскажите нам все-таки, вот психологи советуют и говорят, что зеленый цвет, он благоприятен для восприятия. Потом цветы, они тоже очень благоприятны, приятны. Фотосинтез, опять же, никто не отменял, правильно? Кислород у нас появляется так или действительно полезные цветы в квартирах? Да, безусловно. Цветы несут не только уют в наши дома и оживляют их. Они, конечно, и обладают несколькими полезными качествами. Такими, как и очищают воздух, увлажняют воздух, забирают себе всякие токсины, пыль, газы. Особенно в Челябинске, мне кажется, это очень актуально. Вот, поэтому, конечно, им место быть в нашем доме, они несут, безусловно, полезную функцию и радуют наш глаз. Да, Надь, ну вот если им место быть, давайте начнем с выбора растений. Какие цветы лучше устанавливать дома? Какие-то особенные? Есть какие-то правила, может быть? Или вот пришел в магазин, все, что зеленое купил, поставил. Вот, вы знаете, я напротив спонтанных вот этих покупок, потому что, конечно же, нужно, прежде чем покупать какое-то растение, не только прислушиваться к своим каким-то мировоощущениям, посмотреть на его декоративность, размер и стоимость. Нет, конечно, нужно подойти к этому вопросу гораздо серьезнее. То есть, если вы озадачились этим вопросом, необходимо ознакомиться с правилами ухода этого растения, чтобы потом не нести материальных и психологических каких-то потерь и расстройств из-за того, что оно умерло. Вот, поэтому необходимо почитать, либо подробно расспросить. Проконсультироваться, да? У продавца, либо специалиста. Обязательно, ну, я придерживаюсь того, что это должен быть именно специализированный магазин, потому что, покупая растения в супермаркетах, вас никто не проконсультирует именно грамотно. Вот. Ну, и так как у нас сейчас интернет в общем доступе, если вам что-то понравилось, просто придите, озадачитесь этим вопросом, почитайте, как за ним следить и что ему необходимо. Это очень важно. У меня по этому самому есть и вопрос, как за ним следить. Вот, например, я недавно разговаривала с друзьями, и они захотели себе живую стенку. Они говорят, мы хотим какой-нибудь дикий, например, виноград, знаете? Но я видела его, когда его выращивают именно в садах. Это очень красиво смотрится на улице. А дома это вообще можно или нет? Может, заведется какая-нибудь мошкара или что-то? Может или нет вообще? Прости какие-то негативные? Произойти все, что угодно можно. Конечно. И это очень кропотливый и очень скрупулезный процесс. За этим нужно следить, за этим нужно ухаживать. То есть это должен быть какой-то скрупулезный хозяин у этого всего. Вот. Для таких стен очень важно поддерживать влажность. То есть это опрыскивание. Сейчас есть и всякие системы, которые с автополивом. Поливом, да. Капельный полив там используется. Вот. Поэтому здесь, конечно, да, но нужно понимать, что это серьезный процесс и ваша подготовка к этому необходима безусловно. Да. Настя, ну вот смотрите, дом домом, да? Дом все-таки там свое уютное местечко. А вот как быть с зеленью в офисах? Вообще это может быть, не может быть? Такие правила есть? Да, конечно. Наша компания занимается именно и непосредственно и озеленением офисов. И тут какой подход должен быть? Безусловно, у всех растений должен быть всегда один хозяин. Потому что один полил, второй там кружечка осталась, у него водичка немножко, да, чаек, потому что лень идти куда-то. Вот. У растений должен быть один присмотр. То есть, когда мы озеленяем офисы, мы всегда находим этого человека, вешаем на него все обязанности, рассказываем очень скрупулезно, подробно, как и за каким растением нужно ухаживать. Вот. Ну и стараемся, конечно, подбирать для офисов именно неприхотливые растения, потому что с капризами будет сложно. Да, да, да. Спасибо вам огромное за советы, которые вы нам сегодня сказали. Мы же говорим вам огромное спасибо. Мы сегодня беседовали с замечательным человеком, директором салонов комплексного озеленения «Флора Европы» Анастасия Спиридонова. Большое вам спасибо за озеленение наших офисов, наших квартир. Старайтесь, трудитесь, мы будем озеленяться. А мы сейчас готовы вам дать тоже несколько советов только по озеленению сада. Его дадут авторы рубрики «Садовые истории». Продолжение следует...